Бобы различные виды бобов для потребления человеком и бобы для животного корма опыление Цветки бобов являются гермафродитными и самооплодотворяющимися то есть они имеют мужские и женские органы в одном и том же цветке совместимые друг с другом их называют автогаммными однако существует риск перекрестного опыления насекомыми между различными сортами в зависимости от сорта и окружающей среды при наличии или отсутствии естественного барьера риск варьируется от 5 до 60 процентов чтобы избежать перекрестного опыления каждый сорт высаживается на расстоянии 1 км это расстояние может быть уменьшено до нескольких сотен метров при наличии такого естественного барьера как цветущая изгородь если нужно быть уверенным в сохранности чистоты сорта можно изолировать часть выращиваемой культуры отведенную для семян под противомоскитной сеткой чтобы избежать риска перекрестного опыления сетка устанавливается до цветения жизненный цикл цикл семенного растения бобов такой же как и для бобов для потребления бобы не любят высокие температуры поскольку это останавливает процесс опыления и ведет к снижению урожайности посев бобов будет происходить либо поздней осенью в районах с мягким климатом либо поздней зимой как только земля станет пригодной для высаживания чтобы сохранить хорошее генетическое разнообразие необходимо сохранить как минимум 10 растений для семян спросил бобов крыши лица ци в соответствии с конкретными характеристиками сорта такими как размер растения, цвет цветка, количество стручков, количество семян в стручке, их размер, цвет и вкус. И также следует наблюдать за растениями во время роста, чтобы выбрать самое красивое, здоровое и продуктивное растение. Сбор урожая в течение более длительного или более короткого периода времени также является критерием отбора. Вы должны зарезервировать часть урожая для производства семян и не собирать бобы до полного созревания. Старайтесь не собирать первые стручки для потребления и не оставляйте последний для семян, так как семена из первых стручков сохранят ранние характеристики сорта. Если климат слишком влажный, соберите бобы до полной зрелости и сушите в сухом и хорошо проветриваемом месте. Чаще всего бобовым растениям дают высохнуть на грунте, пока они не станут черными. Лучшие семена находятся в первых стручках, сформированных у основания растения. Чтобы убедиться, что семена сухие, достаточно аккуратно укусить одно семя. Если следов от зубов не остается, семена полностью сухие. Извлечение, сортировка и хранение семян Снятие шелухи, обрушивание производится вручную, стручок за стручком или же проезжая транспортным средством по всей массе, по мягкой почве, чтобы не повредить семена. При сортировке уберите нетипичные бобы, которые являются свидетельством перекрестного опыления. Удалите также плохо сформированные или поврежденные бобы, или же зараженные зерновкой. Семена бобов часто заражены зерновкой – брухус руфинамус. Это мелкое насекомое, которое откладывает свои яйца под кожу семян. Чтобы очень легко избавиться от нее, положим семена на несколько дней в морозильную камеру. Всегда нужно помещать этикетку с названием сорта, вида и года производства в середину пакета, потому что иногда надпись на внешней стороне пакета может стереться. Семена бобов имеют схожесть 5 лет, но могут сохранять схожесть до 10 лет. Эта продолжительность может быть продлена благодаря хранению при низкой температуре. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует...